Всем привет! С вами Навигатор Игрового Мира и сегодня мы поговорим о мире Киберпанка. А если точнее, о тех событиях, которые произошли между финальной главой настолки Киберпанк 2020 и игрой от CD Projekt. За основу мы берем новую редакцию правил под названием Cyberpunk Red, которая рассказывает о ситуации в 2045 году. Первое, что нужно знать о мире Киберпанка – действие по сути происходит в постапокалипсисе. До 2020-х это был плюс-минус нормальный дистопический мир. Корпорации активно делили глобус, национальные правительства безучастно на это смотрели. Хай-тек и низкий уровень жизни прекрасно соседствовали, богатые становились богаче, бедные – беднее. Но потом сжахнула четвертая корпоративная война. Началось все с малого. Две корпорации не поделили имущество обанкротившейся компании. Подтянули свои силовые подразделения, те подтянули союзников и пошло-поехало. В результате вспыхнул конфликт между двумя крупнейшими военными корпорациями на планете – Американской Мелитек и Японской Арасака. Начав с точечных рейдов по чужим офисам и заводам, ЧВК быстро перешли к открытым боевым действиям с участием танков, артиллерии и авиации. Но кульминацией праздника стал взрыв атомной бомбы в Найт-Сити, а также орбитальные бомбардировки, когда по земле из космоса прицельно лупили многотонными булыжниками. До полноценной ядерной зимы дело не дошло, но результаты получились сопоставимыми. Экологию угробили, растительный и животный мир ощутимо вымер, а сельскохозяйственные угодья превратились в пепелища. Поэтому люди будущего питаются в основном соей, а также выращенными в баке планктоном и водорослями. Четвертая корпоративная война ударила не только по экологии. Враздущие ЧВК быстро сообразили, что удобнее мочить не вооруженных до зубов врагов, а их торговых партнеров. Поэтому утюжили и аграриев, и ресурсодобывающую промышленность, и вообще всех. Но в особенности транспортные компании, доставлявшие все это добро врагам. Поэтому к концу войны международная торговля просто встала. Закончилась война в 2023 году, когда обалдевшие от такой наглости власти государств просто национализировали самые агрессивные корпорации. А кого не национализировали, тех раздробили. Так что после 2023-го, каждая корпорация распространяет свое влияние на город, максимум на страну. А вот транснациональные отношения явление редкое. Еще один апокалипсис произошел в интернете, причем с силами одного человека. Еще в 2010-х хакер Рейдж Бартмос написал вирус DataCrash и внедрил его в официальную прошивку основных узлов сети. После смерти хакера в 2022-м вирус активировался и начал целенаправленно саботировать трафик. На протяжении трех лет с ним пытались бороться, но потом признали, что проще проложить новую сеть, чем починить старую. Но поскольку в реальном мире только что отгремела опустошительная война, а международные отношения рухнули, новую всемирную паутину так и не создали. Вместо этого в каждом городе появилась своя собственная сеть. По сути, крупномасштабная локалка со своими форумами, новостными ресурсами и базами данных. А вот сотовые телефоны по-прежнему работают, поскольку в эту инфраструктуру хакер ничего внедрить не успел. Разрушение коммуникаций, экономические проблемы и тому подобные факторы не могли не сказаться на политике. Например, Соединенные Штаты все-таки развалились. Центральная часть страны погрузилась в анархию, где каждым клочком земли правит собственный варбосс, король или команданта. Жители Запада, в том числе Найт-Сити, сбились в непрочную Тихоокеанскую конфедерацию, главное достояние которой – авиабаза Льюис Маккорд. Она практически не пострадала в ходе войны, а стратегические бомбардировщики – весомый аргумент в любых политических спорах. Наконец, восточная часть страны сохранила за собой название США. Управляет ей президент Элизабет Кресс, которая пользуется поддержкой военных, а потому она демократическим образом раз за разом переизбиралась при полном отсутствии конкурентов. А потом и вовсе объявила особое положение, отменив выборы до тех пор, пока Тихоокеанская конфедерация не вернется в состав США. А это если и произойдет, то сильно не скоро. Остальной мир, как обычно, прописан широкими мазками. Например, Россия в мире киберпанка с 80-х годов 20-го века находится в состоянии затяжного кризиса и до сих пор не может из него выйти. Технологии устаревают, население голодает, власть проводит бесполезные реформы, олигархи борзеют. В Азии наблюдается примерно такая же картина. Поскольку японская корпорация Аросака была одним из основных участников конфликта, всему региону досталось по полной программе. И теперь тут полный раздрай. Голод, изоляционизм и постоянные войны за оставшиеся крохи. А вот Южную Америку война почти не затронула, поэтому там жизнь идет как обычно. В Центральной Европе тоже неплохо. То есть бои там шли серьезные, но до войны в Европе размещались мировые банки и главная фондовая биржа, поэтому накопленное благополучие позволяет неплохо жить. Но лучше всех живет Африка. Еще в 90-е Европейское космическое агентство соорудило на Килиманджаро рельсотрон, позволяющий выводить в космос грузы практически бесплатно по сравнению с обычными ракетами-носителями. Для его обслуживания потребовалась масштабная инфраструктура и после капитальных инвестиций Африка перестала быть самым бедным и воюющим регионом на планете. В рамках космической программы были организованы орбитальные города, колония на Луне и пилотируемая миссия на Марс. Причем треть всех космонавтов составляли африканцы. Но этого им показалось мало и в ходе четвертой корпоративной войны орбитальные города в союзе с Африкой объявили независимость для убедительности уничтожив несколько городов из орбитальных рельсотронов. Так что теперь Африка безусловный лидер в области космоса. Да и экономики в целом. Теперь переходим к Найт-Сити, традиционному сеттингу для франшизы киберпанка. Напомним, что его построили в 90-х по инициативе бизнесмена Ричарда Найта, который задумал создать на западном побережье США своеобразный правовой офшор. Территорию, где не будут действовать американские законы, что позволит корпорациям развернуться во всю капиталистическую мощь. Самого Найта, правда, скоро убили, но его замысел реализовался. Корпорации со всего мира занимались здесь сомнительными исследованиями, складировали оружие и нанимали боевиков. Поэтому, когда началась четвертая корпоративная, сражались за город долго и со вкусом. Ну а в конце, как мы уже говорили, даже рванули небольшую атомную бомбу. По логике, это должно было стать концом Найт-Сити. Начнем с того, что в новом мире такой офшор просто не нужен. Нет ни прежних всесильных корпораций, ни тотального контроля со стороны государства. Если кому-то нужно сделать что-то незаконное, кругом пустыри и ничейные территории, безобразничай сколько душе угодно. И даже если офшор все-таки нужен, его спокойно можно было бы выстроить на несколько километров севернее или южнее. Но Найт-Сити место для франшизы культовое, поэтому жители нового мира разобрали руины, спихнули радиоактивный мусор в океан и выстроили новые небоскребы на месте старых. Об атомном взрыве в Найт-Сити надо поговорить подробнее. Его организовала американская компания Militech, которая в 2023 году отправила в штаб-квартиру Арасаки три диверсионно-штурмовых отряда с одной миниатюрной атомной бомбой, которой нужно было уничтожить местную мегасерверную. Один из этих отрядов состоял из персонажей игроков, поэтому про него в официальном лоре говорится совсем немного. Зато в других отрядах были сплошь звезды. Запомните эти имена, потому что для лора игры они важны. Итак, в бой пошел Морган Блэкхенд. Это персонаж самого Майка Понтсмита, создателя настольного киберпанк. Майк играл за Блэкхенда еще в самой первой версии игры. Также в отряде была Роук, девушка, которая в будущем станет хозяйкой бара Afterlife, самого уважаемого заведения среди наемников Найт-Сити. Еще в группу вошли хакерша Спайдер Мерфи, киборг Шайтан, во всех смыслах боевой корреспондент Томпсон и, разумеется, сам Джонни Сильверхенд, который согласился на эту вылазку, чтобы спасти Альт. Свою девушку, которую Арасака давным-давно похитила и превратила в искусственный интеллект. Кстати, Джонни — единственный, кто умер в ходе этой вылазки. Его прямо на глазах игроков располовинил мега-киборг Адам Смэшер. Все остальные звездные члены штурмовой группы выполнили задание и успешно эвакуировались. Даже Альт в итоге не стерли, а выпустили в интернет. Всемирная сеть на тот момент уже начала рушиться, но Альт с другими искусственными интеллектами успела укрыться в сети Гонконга. Сам Гонконг к тому моменту уже был уничтожен модифицированной чумой, так что непонятно, кто и как поддерживает серверы в рабочем состоянии и откуда они там берут электричество. Ну да ладно. Итак, Альт выжила, Роук выжила, Томпсон, Шайтан и Мёрфи выжили. Морган сошелся в финальном поединке с Адамом Смэшером на крыше небоскреба, но атомный взрыв помешал расставить им точки над И. Оба упали с высоты в 130 этажей, но выжили. Ну а Джонни хоть и был убит, но, как мы узнали на Е3 2019, тоже по сути выжил. Хотя и очень странным способом. По официальной версии, вскоре после взрыва некий фанат пошел копаться в радиоактивных руинах, нашел тело Сильверхэнда, положил его в холодильник, а потом этот холодильник нашли корпораты и оцифровали музыканта. Как мы уже сказали, одним из основных последствий 4-й корпоративной войны стала деглобализация. Транснациональных компаний больше нет, интернет сломался, с ним ушли в прошлое платежные банковские системы, и международная торговля почти встала. В такой обстановке технологии должны были бы сделать серьезнейший шаг назад, потому что у производителей больше нет доступа к дешевой рабочей силе на другом конце земли, нет рынков сбыта по всему миру, а главное, банально не хватает сырья. Например, современные Соединенные Штаты импортируют 3 четверти необходимых промышленности бокситов, а редкоземельные металлы или тот же марганец не добывают вообще, только ввозят. Таким образом, даже если не брать в расчет уничтоженные в ходе войны фабрики и заводы, если забыть про нарушенные логистические цепочки и убитых специалистов, все хай-тек производство в США все равно должно было встать, потому что делать продвинутые гаджеты просто не из чего. Но в мире киберпанка этого не произошло. Вернее, изначально Понсмит описывал новый сеттинг именно как постапокалипсис, где самые крутые вещи лежат в довоенных схронах, заброшенных складах и тайных лабораториях. То есть, чтобы разжиться продвинутым киберимплантом или пушкой, вначале надо узнать про существование такого склада, разыскать его, забраться внутрь и справиться с системой охраны. Причем не исключено, что потом придется отдельно думать, когда бы этот девайс вообще использовать. В общем, очень похоже на ДНД и зачистку подземелий в поисках легендарных артефактов. Но потом концепция поменялась, и было принято решение вернуться к привычному по киберпанку 2020 формату городских приключений. Однако лор под это дело переписывать не стали. То есть история говорит, что кругом разруха, а по факту технологический уровень только вырос. Например, теперь всем доступны смартфоны с искусственным интеллектом, которые могут не только записывать видео в 3D, но и вести хозяйство. А одежда из умной ткани способна сама диагностировать себя и сказать, какое пятно чем отстирать. И все это, напомним, производится в мире, где больше нет интернета, экономика находится в глубоком критисе, а международная торговля почти остановилась. Это далеко не все странности нового киберпанка. Например, основной валютой в Найт-Сити по-прежнему является евро-доллар, имитируемый, как несложно догадаться, в Евросоюзе. В условиях глобальной экономики киберпанка 2013 или 2020 это еще нормально. Однако после падения интернета и международных платежных систем, главную роль в Найт-Сити должна была занять какая-нибудь местная валюта, скажем, Тихоокеанский доллар. Но современный киберпанк во главу угла ставит нереализм. Понсмит уже пытался логично продолжить сюжет и смоделировать правдоподобный мир новой волны в киберпанке 3.0. Получилось плохо. В смысле, не понравилось фанатам, потому что игра получалась уже совсем другой по атмосфере. И теперь авторы в первую очередь хотят именно угодить фанатам, воссоздав ощущение того самого киберпанка 2020 на новом технологическом витке. Получилось у них или нет, разберем в отдельном видео. А пока не забудьте про лайк, подписку, колокольчик. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok